Всем привет дорогие друзья, с вами First One и это второй выпуск посвященный игре Кризис ВКонтакте. Итак, друзья, у нас есть миссия, нужно завершить миссию превентивной атакой и тогда мы получим кассетные бомбы. Давайте отправимся. Разведка сообщает, что на основной базе боевиков находится склад с авиационными боеприпасами. Местоположение уже вычислили, все готово для атаки. Так, мы можем сюда гаубицы, да, еще выложить, использовать их во время боя, но давайте одну не будем особо тратиться, а можем мы сэкономить кого-нибудь из войск. Допустим, вот так и нажать продолжить. Нет, обязательные отряды нужно использовать все. Ну и, как я говорил уже в прошлом выпуске, хотелось бы посмотреть, можем ли мы сэкономить. Давайте ради интереса посмотрим. Так, вернемся на базу. Итак, сейчас у нас 19 пехотинцев и 15 пулеметчиков. Давайте еще поставим кого-нибудь на прокачку. Ну, допустим, допустим, пулеметчиков на здоровье. Итак, 19 пехотинцев, 15 пулеметчиков. За задание нам войск не дадут. Отправляемся на выполнение задания. Смотрите, мы должны будем потратить 1, 2, 3, 4, 5 пехотинцев и 4 пулеметчика. То есть, таким образом, у нас после миссии должно будет остаться 14 пехотинцев и 11 пулеметчиков. Надеюсь, что нам хватит одного только артиллерийского удара. Ну и сейчас мы попробуем не выставить на поле боя хотя бы одного пулеметчика и проверим, сэкономим ли мы при этом войска или нет. Слушайте, нас тут довольно-таки жестко, да? Да, встречают с самого старта. Ну и смотрите, мы терпим большие потери. Видать, эта миссия не из легких. И сюда все-таки надо приходить попозже, когда у нас будут хорошие войска. Да, на этой миссии мы не проверим, сэкономим ли мы войска или нет. Мы их просто даже, я бы сказал, просто так потратили. Ничего не сумев противопоставить нашему врагу. Ну что ж, я признаю, ребят, это поражение. Похоже, к этой миссии придется приступить позже. Так, а сейчас у нас задание построить фабрику. Так, на фабрике мы сможем заказывать гаубицы. 100 провизий требуется. Что-нибудь еще? Чтобы получить представление об оставшихся войсках спектра в Аль-Харуш, нам необходимо занять точку на возвышенности в стороне от центра города. Так, здесь нам нужен чертеж, это уже плохо. Ну а вот здесь чертеж не нужен. Босс, в этом бою нам понадобится огневая поддержка. Участие дополнительных отрядов способно переломить ход битвы. Ну что ж, добавим, нам их не жалко. Так, ну и будем проверять экономию войск на этой миссии. По 4 пехотинца и 4 пулеметчика. То есть в итоге у нас есть 19 и 15, а должно будет остаться 15 и... Так, и 11. Так, ребята, куда бы вас послать? Давайте начнем с центра, а там посмотрим. Попробуем сэкономить здесь один отряд пехоты. Тогда у нас останется не 15, а 16. Продолжение следует... Слушайте, ну как-то тяжко, да, нам приходится Даже не получается сэкономить Или все-таки получается Ребят, вы в шестерон справитесь со всеми вот этими парнями? Похоже, вряд ли Да я даже не уверен, что последний отряд пехоты тут справится Так, ну смотрите, мы проиграли, но я хочу ради интереса проверить В пекле была такая возможность до того, как появилось сообщение о проигрыше Перезапустить браузер и начать миссию заново Давайте попробуем Смотрите-ка, друзья, получилось Я обновил браузер и теперь могу начать эту миссию заново Используя те же войска Ну что ж, теперь мы знаем, что экономить тут не стоит Будем сразу, наверное, выводить все войска на поле боя И надеяться, что они справятся с врагом Нанесем авиаудар по укреплению врага Продолжение следует... Так, ну тяжко нас тут зажимают со всех сторон И похоже, авиаударом сюда по позициям врага мы вывели их на передовую Это, наверное, даже не есть хорошо Так, ребята, уходите от наших позиций Мы сейчас подождем, пока у нас будет готов отряд обычной пехоты И все-таки как-то будем использовать их сообща Возможно, стоило все-таки прикрывать солдат пулеметчиками У солдат хотя бы гранаты есть, которые по площади бьют Ну давайте опять попробуем переиграть эту миссию Но что-то меня удивляет, что, казалось бы, еще только самое начало игры Но мы испытываем уже такие сложности в борьбе с врагами Итак, мы начинаем заново И я вот подумал, можно же просто подождать, пока откатится какая-то способность И использовать ее на раннем этапе ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот и есть плохая особенность Когда войска идут так плотно, враги их массовыми атаками бьют сразу всех Возможно, в этом мой просчет ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, ну в этот раз у нас прогресс гораздо лучше, чем в прошлой Да, все-таки, что ни говоря о тактике Какая-то тактика тут играет большую роль Отлично Много войск осталось в сохранности Даже последний отряд мы, наверное, могли бы не выводить Тут всего лишь-то двое вражеских солдат осталось Забираем награду 200 продовольствия и 80 денег Да что ж такое, мне сразу все акции решили показать Так, ну и что теперь? Давайте не будем простаивать Будем постоянно что-то пополнять Пока у нас есть провизия Будем постоянно улучшать наши войска За 50 золотых мы можем изучить РПГ для наших пехотинцев Что еще? За 240 усиленный прицельный огонь по одиночной цели Аптечка Восстанавливает здоровье один раз за бой Поглощает урон от танковых орудий Специальная атака по большой площади Ну что ж, куча всяких особых способностей Которые можно прокачивать нашим войскам за золотые Но я пока что не буду торопиться тратить золото Все-таки посмотрю, подумаю, что лучше, на что лучше тратиться Можно также приобретать комплекты Которые улучшат все показатели наших солдат За 400 золотых Так, ну а пока что давайте будем прокачивать простые способности Такие, например, как здоровье Здесь нужны чертежи Здесь тоже нужен чертеж Как насчет атаки по пехоте Для этого чертежи не нужны Так, у нас есть контрабандисты У них можно скупать контрабанду Какие-то предметы Автоматы Для пехотинцев Пулеметы Для пулеметчиков Ну это для того, чтобы нанимать войска, да? Как я понимаю Чтобы нанимать пулеметчиков, нужны пулеметы Чтобы нанимать пехотинцев, нужны автоматы И, конечно же, контрабанда стоит денег Но давайте прикупим на будущее Нам все равно это понадобится Ну и отправимся дальше выполнять наше задание Кровь в земле Для проведения боевых операций на большом расстоянии от базы Нам необходимо топливо К счастью, месторождений нефти на Ближнем Востоке предостаточно Стоимость постройки 25 монет Время создания 5 секунд Мы, наверное, могли бы построить что-нибудь еще Например, дома И у нас тут есть какие-то руины Расчистить хлам, чтобы построить здание Сколько стоит расчистка? 10 монет 1 минута Ну что ж, приступим Все строители сейчас заняты Ну что ж, тогда подождем Не будем заводить пока что новых Наверняка это стоит дорого Принять участие в битве за алмазы Похоже, это какая-то ПВП-миссия, да? Алмазы За алмазы элитные войска с радостью присоединятся к вам И топливо необходимо для транспортного самолета Позволяющего отправлять войска в самые далекие уголки Ну что ж, давайте попробуем Посмотрим Итак, похоже, это все-таки действительно ПВП В этой шахте, спешно брошенной отступающим врагом Можно найти много ценного Только смотрите в оба Мы тут не одни такие шустрые В награду нам дадут рейтинг Подбор соперников Надеюсь, мне подберут кого-нибудь Примерно моего уровня А не какого-нибудь красавчика с танками И прочим вооружением Ну не прошло и года За 25 секунд мне нашли подобающего соперника Сейчас посмотрим, насколько он действительно подобает И равен нам по силе Даже, знаете, друзья, интересно В реальном ли онлайне эти бои сейчас будут идти Или я просто играю против бота Который использует силы Такие, как есть у врага Давайте, ребята, сносите врага Давайте от них отправим по правому направлению Так, ну мы прессуем количеством врагов С одной стороны это хорошо С другой стороны наши войска плотно стоят И их можно разом накрыть Смотрите, какие у него жесткие ребята У меня таких нет Слушайте, мне кажется, это не бот Мне кажется, это реальный бой И я его реально проигрываю Все-таки перед тем, как отправляться в пвп Наверное, нужно все-таки подкачаться маленько Ребята, бросайте гранаты Вас для чего учили Хотя бы одну брось Не, ребят, мы тут проигрываем Поражение Босс, наши войска потерпели поражение Наверное, мы проиграли, потому что враг дошел до нашего флага Раньше, чем мы смогли какие-то войска вывести на поле боя Ну, мы бы проиграли в любом случае Все-таки враг оказался гораздо сильнее нас Предлагаю отступить на базу И к следующему сражению подготовиться получше Ну, я думаю, я так и поступлю Тем не менее, награду за то, что мы хотя бы постарались Мы получаем Это десантник Каждая атака поражает несколько рядом стоящих целей Что ж, неплохо Забираем наши алмазы Набрать рейтинг в битвах с игроками Одержать побед над другими игроками Ну, этим всем мы займемся позже Для начала нам все-таки важно прокачаться Изучить RPG-77 Ну, что ж, вот и пришло время тратить наши золотые Да, давайте все-таки прокачаем RPG Забираем награду Что еще вы от меня хотите? Построить здание арсенала Здесь собираются запчасти для войск поддержки Расчистка завершена Заберите награду Тиранит Редкий недавно открытый минерал Так, используется для производства 155-мм снарядов Так, ну, неплохо Какие-то части, наверное, нужные для всяких танков Или вооружения Слушайте, к сожалению, у нас только один строитель Давайте посмотрим, сколько стоит Так, или у нас их может быть только один Просто мы можем либо ускорять его работу, либо нет Так, ну что ж, у нас еще 6 минут до конца постройки арсенала Это довольно-таки много Давайте пока что улучшим какие-нибудь наши войска Что-нибудь кому-нибудь прокачаем Например, пулеметчикам урон по пехоте Нужны чертежи Вам, ребята, тоже нужен чертеж Ну что ж, друзья, надо просить чертежи Займемся этим Ребят, я попросил за кадром Чертежей у нескольких людей Но на самом деле Форма прошения выглядит тут довольно странно Мне просто случайным образом выбирают одного из моих друзей Неважно, играет он в кризис или нет И предлагают мне отправить запрос именно ему И так можно до бесконечности Перебирать случайных людей В общем, не знаю Надеюсь, что есть какая-то реферальная ссылка И в скором времени мы о них узнаем Как именно их формировать и как просить данных у нужных людей Ну а пока что давайте продолжим игру Итак, у нас есть всякие задания Что построить жилой дом Давайте 20 минут 50 монет Что ж, наши строители еще не освободились Сколько вам там еще работать? Что вы медлите? Минута 20 секунд Ну ладно, пока они работают Мы тогда Пока они работают Мы отправимся в бой Итак, неподалеку находится склад с боеприпасами Спектра Если удастся его заминировать Фейерверк будет виден прямо из Теймура Надеюсь, этого нам хватит Все-таки мы же не зря войска маленько подкачали Да и РПГ купили Смотрите, вот здесь вот лежит бочка Не знаю, это просто так для красоты Или ее можно как-то подорвать Так, нам бы сейчас накрыть всю эту толпу разом Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Да, я вижу Пехотинцы теперь стреляют из РПГ И метают гранаты Но тем не менее Это нам пока что не помогает выиграть Похоже, мы все-таки терпим поражение Рано еще говорить, конечно Но что-то все довольно-таки тяжко складывается Ну нет, смотрите Вот мы... Не, все-таки этот парень, наверное, нам убьет всех, да? Чуть-чуть Совсем чуть-чуть нам не хватило Давайте нажмем на паузу и попробуем переиграть Если бы у нас было два... А... Авиаудара, скажем так То, наверное, результаты были бы лучше Но пробуем экономить Может быть зря Ну что ж, начинаем заново Итак, пулеметчики Пехотинцы Давайте, ребятки, в бой Вот она пошла Толпень Толпеньушка Всех не снесло Но потрепало, ребят, изрядно Попробуем сейчас использовать всю толпу разом То есть не будем распределять там кого-то, как в прошлый раз, налево Или подождем и ударим в спину Попробуем сейчас Ну что ж, мы опять проигрываем Чего-то совсем чуть-чуть нам не хватает Нам, наверное, все-таки не хватает того, что мы могли бы взять три авиаудара, а взяли только один Но давайте будем пробовать с тем, что есть Попробуем еще раз Может, в следующий раз нам повезет Хотя по большей части дело, наверное, все-таки не в везении А в отсутствии у меня какого-то тактического гения, который помог бы мне Попробую сейчас всех высадить в одно место Пускай сами идут куда хотят Может быть, они без меня лучше разберутся Может быть и плохо, может и плохо, что у меня все войска в одной толпе И сразу, смотрите, как в них мощно влетает вражеская РПГ А может быть и хорошо Сейчас узнаем в конце Пока что все складывается неплохо Зато мы толпой зачищаем участки А не погибаем в одиночку, так сказать Так, ну вот ребята что-то начали делиться Так, ну что ж, толпа на толпу И, похоже, наша толпа побольше будет Тут мы все-таки в этот раз должны победить ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Отлично, ребята, наконец-то победа. Это за нами. Не с первого раза, конечно, но победителей не сует. Забираем награду и получаем новый уровень. За новый уровень мы получаем золото, агентство Легион здесь тренируют и снаряжают элитные войска и научный комплекс. Здесь можно модернизировать войска поддержки. Ну что ж, строить придется много. Так, и у нас тем временем готов арсенал. Давайте зайдем и посмотрим, что он из себя представляет. Мы можем заказать систему наведения. Автоматически рассчитывает нужную траекторию с учетом огромного количества условий. Используется для производства гаубицы. И детонатор используется для производства кассетной бомбы и МП-бомбы. Так, ну мы пока что кассетные бомбы производить не можем, мы не справились с миссией. Но можем забрать награду за производство, за постройку арсенала. Что у нас еще есть? Задание построить жилой дом. Давайте приступим. Так, не, не хотел бы я здесь строить дом. Так, а я же тут где-то территорию расчистил. Или здесь и расчистил. Ладно, пускай пока что будет здесь. Ну и продолжим улучшать наши войска. А то пока что я как-то себя довольно-таки тяжко чувствую в бою. Хотя улучшать из-за отсутствия чертежей мне особо нечего. Но я могу, конечно, так. Я могу купить бронежилет. Плюс 15 хп. Да, хочу. Так, а ты что нам даешь? Плюс 6 атаки за 150 монет. Как насчет тебя? Тоже плюс 6 атаки. Тоже за 150 монет. Ну давайте пока что пехотинцев будем улучшать. Они у нас уже такие неплохие ребята. Дальше сразу 3 ветки. Фосфорный заряд. Выжигает... Так, а мы можем... Нет, не можем. Выжигает плоть, оставляет врага пустой бронежилет и берца. Поджигает врагов и наносит на 20% больше урона. Это улучшение нашей боевой гранаты. Так, увеличение урона против танков, увеличение урона против пехоты. Ну вот, давайте еще 150 монет потратим, но зато наши войска теперь будут хорошо себя чувствовать в бою против пехоты. Было бы, наверное, неплохо прямо сейчас заняться улучшением наших добывающих строений, как бы вложиться в экономику, но для этого нужно сначала 380 жильцов. У нас жильцов пока что совсем нету. Посмотрим, сколько прибавится, когда достроится жилой дом. Ну а пока все это производится, все это строится. Давайте отправимся на выполнение следующей миссии. Приказ вышел. Срочное указание от сопротивления. Необходимо построить научный комплекс, отвечающий за усиление войск поддержки. Так, нет, мы не можем пока строить. У нас... Слушайте, а у нас и места-то свободного нету. По-моему, мы заняли все. Нужно сейчас будет расчищать. Как только дома будут готовы. Ух, так много еще всего нужно построить. Так много еще места нужно расчистить. Ну что ж, давайте пока нечего делать. Попробуем еще один разочек сразиться в пвп. Так, а у нас недостаточно отрядов. Слушайте, я совсем забыл тренировать войска. Где там наши казармы? Да, войск-то становится совсем мало. У нас всего лишь 4 пехотинца и всего лишь 2 пулеметчика. Ну что ж, друзья, похоже мы кругом попали в засаду. У нас нету войск, у нас нету данных, нету чертежей, чтобы улучшать наши войска. И у нас пока что нету свободного места, чтобы продолжить застройку. Так что давайте закончим наш сегодняшний выпуск. С вами был 11.1. Если вам понравилось, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всем спасибо. Всем пока.